Здравствуйте! С вами по-прежнему Майя, менеджер по работе с партнерами и клиентами компании 1S Bittrex. Тема нашего сегодняшнего занятия – коммерческое предложение. Коммерческие предложения могут быть как массовыми, так и персональными. Разработка сайтов – тема, которая не может продаваться массово. У каждого потенциального клиента есть свои особенности, которые обязательно нужно учесть в тексте. Так что в сегодняшнем нашем видеоуроке пойдет речь о персональном коммерческом предложении. Коммерческое предложение – это то, чем вы можете заинтересовать потенциального клиента. Это документ, после прочтения которого будущий заказчик должен загореться идеей работать с вами. Причем не просто загореться, но и немедленно совершить для этого какие-то действия – позвонить, написать и т.д. Мало кто правильно составляет коммерческое предложение. 90% того, что отправляется к клиентам, скучно, неэффективно и отправляется в мусорную корзину после первых 5 секунд чтения. Те, кто хотят попасть в оставшиеся 10%, должны запомнить для себя три основных принципа хорошего коммерческого предложения. Во-первых, индивидуальность. Каждый получатель вашего коммерческого предложения должен почувствовать, что оно обращено конкретно к нему. Он должен знать, что вы специально изучали его компанию, его сайт и готовы сделать предложение на основе реальной информации, а не голословно, как это чаще всего бывает при массовой рассылке. Поэтому больше личностных обращений. Имя отчества обязательно должно фигурировать в тексте. И не раз. Во-вторых, выгода для клиента. Расскажите клиенту о прибыльности сотрудничества с вами. Не нужно нудно перечислять, какие вы хорошие. Расскажите, сколько денег принесет будущему заказчику достижение договоренности именно с вами. Никому не интересно читать про какую-то чужую фирму и ее успехи. А вот предстоящий успех собственной компании интересен каждому. Поэтому каждое предложение должно рисовать перед клиентом радужную картину с золотым дождем. В-третьих, правильно оформленная концовка. В ней обязательно должен содержаться призыв к действию. Позвоните мне по телефону. Или позвоните мне для уточнения вашей индивидуальной скидки. Или хотя бы для уточнения деталей я позвоню вам завтра в 17 часов. При написании коммерческого предложения лучше придерживаться определенных правил. Это позволит сделать такой документ максимально ориентированным на того, кто будет его читать. Первое. Ясность и четкость изложения. Собственно, это касается любого документа, но для коммерческого предложения особенно актуально. Сумбур в изложении моментально выставит вас в не самом приятном свете. В конечном итоге это приведет к провалу идеи в целом. Какие бы выгоды вы там ни расписывали. Второе. Создайте четко структурированный документ. Идеальным будет вариант с броским заголовком, привлекающим внимание, и несколькими подзаголовками, зрительно разбивающими текст. Чисто визуально один длинный текст воспринимается гораздо тяжелее, чем несколько коротеньких фрагментов. Разумеется, они должны быть связаны между собой. Третье. Старайтесь оперировать цифрами. Приводить статистические данные. Аргументировать процентным соотношением и так далее. Цифры убеждают лучше многословности. Они более наглядны и дают четкое представление о возможной выгоде. Четвертое. Предоставьте стоимость ваших услуг. Это опять-таки к разделу о конкретике и цифрах. Чаще всего клиенты интересуют именно смета предстоящих расходов. Постарайтесь не сокращать разделы, требующие оплаты, а сделать наоборот. Расписать их как можно подробнее. То есть обойтись тремя пунктами при описании создания сайта, техзадания, дизайна и разработка, это неправильно. Разработка должна быть разбита на пункты. Верстка, настройка почтовых шаблонов, создание персонального кабинета участника и так далее. И каждый пункт должен иметь свою цену, ведь клиент хочет и имеет право знать, за что он будет платить. Пятое. Постоянно говорите о клиенте. Забудьте обороты типа «наша компания гарантирует вам индивидуальный подход». Так пишут все, и это не работает. Преобразуйте предложение в выгоду для клиента. Индивидуальный подход позволит вам. Чаще употребляйте обороты, вы сможете сэкономить, вы получите и так далее. Шестое. Выгода. Опять о ней. Без этого слова и ощущения его присутствия в каждой строчке текста, коммерческое предложение можно сразу выкинуть. Можете сделать это самостоятельно, не утруждая клиента. Вы должны выдать будущему клиенту максимум привлекательных моментов, заворожить и увлечь его открывающимися перспективами. Только так вы сможете продать идею, связаться с вами немедленно. Чтобы не быть голословной, приведу примеры двух коммерческих предложений, а по мере надобности буду давать пояснение. Итак, коммерческое предложение номер один. Вариант попроще. Предложена, чем для компании, в принципе, сайта не имеющий. Как правило, каждое коммерческое предложение начинается с логотипа компании, а затем уже следует текст. Личное обращение важно. Так вы демонстрируете индивидуальный подход и показываете, что что-то знаете о клиенте. То есть это не обычная спам-рассылка, а профессиональный подход. Первое же предложение должно цеплять, выявлять проблему клиента. И опять же, показывать, что вы что-то предварительно выяснили о клиенте, знаете его слабые места и готовы помочь с их ликвидацией. Обязательно акцент на выгоду для клиента. Не стоит формулировать таким образом, что вы готовы для него сделать качественный интернет-ресурс и т.д. Поверните это в выгодную для клиента сторону. Вы получаете, у вас будет и т.д. Клиент должен видеть свои очевидные преимущества от работы с вами. И такой раздел нужен. Тем самым вы показываете, что не только можете говорить общими фразами, но и предлагаете конкретные действия, которые впоследствии приведут к созданию продвинутого сайта и в конечном итоге к прибыли для клиента. Заголовок этого раздела опять же о выгоде для клиента. Если он успел позабыть об этом акценте, пока читал про ваши предполагаемые действия, то надо ему напомнить, что сотрудничать с вами весьма прибыльно. И в качестве подтверждения привести к предполагаемую смету работ, чтобы заказчик мог самостоятельно оценить прозрачность предлагаемых цен и сравнить их с известными ему предложениями на рынке услуг по разработке. В конце можно упомянуть о своем портфолио. Если клиент дочитал до этого места, то он заинтересовался. И это значит, что можно немного рассказать и о себе. Выставлять на первый план свои готовые работы имеет смысл только в том случае, если раньше вы разрабатывали какие-то крайне известные сайты, назвав которые можно просто больше ничего не говорить. Клиент сам все поймет. Например, если это вы создали Яндекс или Гугл. Ну и опять же напомнить, как будет прибыльно с вами работать. Это не будет звучать навязчиво. Мало кому может надоест слышать вновь и вновь о будущих доходах. А теперь перейдем к варианту посложнее. Здесь перед нами стоит задача убедить воспользоваться нашими услугами человека, у которого сайт уже есть. Ну а мы будем убеждать его, что мы можем намного лучше. С первых же слов должна пойти речь о выгоде для клиента. Вы должны четко и ясно указать перспективы для клиента, его будущую прибыль и эффективность работы с вами. В коммерческое предложение стоит включить предлагаемые вами услуги, описав их со стороны клиента, что он может обеспечить с вашей помощью, что это ему даст и так далее. Ну и дополнительно указать, что это еще не все, что на самом деле ваши возможности намного шире. Оперируйте цифрами. 20% дохода звучит лучше, чем простое упоминание о значительности будущих доходов. Обязательно укажите, от чего конкретно увеличится доход клиента. Не забудьте отметить, что все это возможно лишь при участии ваших специалистов, профессионализм которых позволит создать все условия для получения клиентам прибыли. Если клиент уже высказал какие-либо пожелания по внешнему виду сайта, то нужно обязательно включить в коммерческое предложение картинку из будущего. Прототип главной страницы, созданный с учетом запросов клиента. Одной только картинкой, одним только удачным попаданием в формат запроса вы можете убедить клиента обратиться именно к вам. Клиент должен понимать, какие этапы работы предстоят вам. Ну и заодно понимать, что он не просто так будет платить вам деньги, а за определенные, строго говоренные действия. Клиент должен понимать, за что он будет платить деньги. Поэтому знайте, что чем тщательнее и подробнее вы опишите каждый этап работ, тем больше интерес вызовете. Если на этом этапе вам уже ясно, какая лицензия 1С Битрикс подходит наилучшим образом, выскажите свои соображения клиенту с обоснованием позиций. Не забудьте добавить призыв к действию. Предложение «Позвонить», чтобы уточнить скидку, звучит заманчиво и довольно ненавязчиво. Обещание предстоящей выгоды «Скидка» многих заставляет позвонить даже просто так. Ну а дальше уже дело техники и ваших менеджеров, которые будут разговаривать с потенциальным клиентом по телефону. Потренируйтесь в написании коммерческого предложения. Прежде чем у вас из-под пера выйдет что-нибудь более-менее читаемое, наверняка будет несколько вариантов похуже. Получившееся у вас коммерческое предложение лучше всего проверить на ком-нибудь из добровольцев. Коллегах, друзьях и так далее. Особенно если оно у вас первое. Или из числа первых. Если на них не подействуют, если они не захотят вам позвонить после прочтения, поработайте над текстом еще. Сделав одно продуманное и увлекательное коммерческое предложение, вы сможете пользоваться его плодами долгое время, меняя только некоторые данные. Оба предложения, которые мы с вами рассмотрели, можно скачать под этим видеороликом. Продолжение следует... Продолжение следует...